Боль одна из основных жалоб пациентов, которая существенно снижает качество жизни при широком спектре заболеваний. В связи с этим важность данной проблемы сложно недооценить. В нашей клинике у пациентов есть возможность посетить кабинет боли. К нам вы можете обратиться с такими проблемами, как головная боль, боли в спине, боли в лице, мышечные боли, боли после перенесенных операций или травм и болевой синдром при онкологических заболеваниях. Кабинет боли находится на базе многопрофильной клиники. В кабинете боли ведет прием врач-невролог, прошедший углубленное обучение по проблемам боли. Также в зависимости от типа боли приглашаются другие специалисты и формируется так называемая мультидисциплинарная бригада с участием, к примеру, ревматолога, ортопеда, психотерапевта, реабилитолога, стоматолога и других специалистов. На прием по проблеме боли выделяется до 40 минут, в течение которых пациент проходит тестирование на выраженность болевого синдрома, наличие тревоги и депрессии, наличие так называемой нейропатической боли, которая связана с повреждением собственно нервных волокон. Также проводится детальный осмотр, дообследование, уточнение диагноза и подбор индивидуальной схемы терапии. В схему терапии входит медикаментозное лечение с учетом индивидуальных особенностей пациента, курсы блокад, курс инъекций ботулотоксина, курсы психотерапии и нейрореабилитация. При болевом синдроме устойчивом к терапии и локализованном болевом синдроме пациенты направляются на нейрохирургическую манипуляцию, нейромодуляцию. Все пациенты, обратившиеся в кабинет боли, регулярно приглашаются на контрольные осмотры для оценки эффективности лечения. В результате лечения мы ожидаем уменьшения интенсивности и частоты болевого синдрома или полное оккупирование боли. Если болевой синдром достаточно длительно сохраняется, то пациенты направляются в противоболевой центр на базе вуза. И в заключении я хотела бы сказать о своевременности лечения болевого синдрома. Боль терпеть не нужно, так как в течение 3-6 месяцев она переходит в хроническую, которая требует гораздо больших усилий для ее излечения.